Нарушение мозгового хорообращения и черепно-мозговая травма Если раньше основное внимание исследователей было привлечено к изучению клеточных и биохимических изменений, в том числе большой вклад есть и нашей лаборатории, когда мы занимаемся реализацией общепринятой гипотезы о нейротоксичности глютамата и гиперэкспрессии и гиперстимуляции глютаматных рецепторов И в результате этого получен целый ряд основополагающих данных Мы, во-первых, обнаружили стойкое повышение натрия внутриклеточного В результате происходит деполяризация плазматической мембраны Нарушается натрий-кальцевый обмен, происходит его реверсия Но самое главное, мы установили основные механизмы участия кальция в повреждении нейронов Прежде всего, нам доказано, что при глютаматной нейротоксичности происходит развитие отсроченной кальцевой дезрегуляции Которые сопровождаются одновременно выраженной метахондриальной деполяризацией Вплоть до коллапса метахондриального потенциала И далее мы показали, что нейроны, в которых развилась в полной степени отсроченная кальцевая дезрегуляция Практически погибают через некоторое время Очень важно, что одновременно с кальцевой дезрегуляцией происходит изменение в метахондриях Мы нашли, что в метахондриях происходит нарушение окислительного фосфолирования В результате происходит падение до критического уровня, уровня над-АШ Позже включается включение ФАТ-АШ И это все в конечном итоге приводит к снижению синтеза АТФ в метахондриях И использование флюисцентных белково-экспрессирующих АТФ в отдельном нейроне Позволило обнаружить значительное снижение АТФ при действии глютамата Причем падение АТФ порой бывает даже критическим Однако наука не стоит на месте Идет все время ее развитие И одним из перспективных, мы считаем, очень интересным новым направлением В изучении механизмов повреждения нейронов И в разработке стратегии нейропротективной терапии Является анализ уровня экспрессии микро-РНК Которые действуют на трансляционном и транскрипционном уровнях Что такое микро-РНК? Это молекула из семейства малых некодирующих РНК Контролирующих большинство функций клеток в норме и патологии Размер 20-29 нуклеотидов Микро-РНК является незаменимым образованием для клеток Они идентифицированы органно-клеточно-специфические микро-РНК Микро-РНК широко распространены в организме алкоголиат и некоторых вирусов Они регулируют экспрессию более 30 генов, кодирующих информацию о структуре белка Делают их одним из наиболее важных генных регуляторов Роль микро-РНК заключается не только в определении судьбы клеток и тканей Но и в дифференциации и поддержании тканевой спичности Так, мозг специфического микро-РНК МИР-134, например, контролирует образование шипиков процесса МИР-132 присутствует в больших количествах нейронов мозга Регулирует ростный ритм, ингибирование ее уменьшает этот показатель И отвечает за работу глютоматного рецептора Очень важен биогенез микро-РНК Микро-РНК образуется из геномной ДНК На первом этапе происходит транскрипция с помощью РНК-полимераза второго типа И образуется при микро-РНК Это соединение содержит примерно от 80 и выше нуклеотидов В дальнейшем происходит под влиянием активности ферментов системы дроши Это РНК-полимераза третьего типа И включение других транскрипционных факторов И на этом этапе мы имеем, так сказать, своеобразный мультипроцессор И образуется при микро-РНК, когда отщепляется одна шпилька И вот эта при микро-РНК с помощью экспортина пятого транспортируется в цитозоль Где она подвергается влиянию, взаимодействует с ферментом дайсер И при этом образуется зрелая микро-РНК, которая уже содержит 22 нуклеотиды Зрелая микро-РНК, соединяясь с так называемым молчащим РНК-комплексом, риском И образуется этот комплекс И при этом, когда имеется полная комплементарность Мы имеем деградацию РНК И частичная комплементарность ингибирования трансляции И изменения экспрессии микро-РНК и генов-мишений Несколько слов о хронологии В 1993 году описано первое микро-РНК В 1998 году показано явление РНК-интерференции у гемордонии элеганс В 2001 году появилась первая статья, где РНК-интерференции были названы термины микро-РНК В 2006 году Нобелевская премия за открытие РНК-интерференции Мы провели небольшой такой обзор исследований в мире за эти последние годы Ну вот, начиная с 2006 года, почти 30 тысяч публикаций, посвященные микро-РНК Из них 800 статей об исследованиях микро-РНК в нейронах и в норме, и в патологии К сожалению, в нашей стране эти исследования можно пересчитать по пальцам Я могу отметить очень интересные исследования, сделанные в Томске сотрудниками Валерия Павловича Пузырева Можно отметить исследования Рогаева Еще, так сказать, есть... Но Рогаев сейчас, к сожалению, в основном работает в Америке Еще одна-две работы в вирусологии и несколько работ в онкологии Поэтому, приступая к этой теме, мы оказались своеобразными пионерами в нашей стране Прежде всего, вот такой всплеск интереса и возможность получения новых интереснейших данных В поиске биомаркеров повреждения мозга Это использование новых технологий Это технология микро-РНК для детекции экспрессии Технология количественной обратно-транспекционной ПЦР в реальном времени Для анализа профиля экспрессии МРНК и генов в мишени Технология глубокого секвенирования микро-РНК и РНК Но это очень дорогостоящая технология И технология трансфекции для функционального анализа микро-РНК Это интереснейшая технология Сейчас начинает разрабатываться в нашей лаборатории Связана с тем, что сейчас можно купить целый ряд продуктов Ввести их в клетки, нейроны И изучить именно на уровне генов в мишени Их влияние, влияние этих микро-РНК на гены в мишени Это использует довольно давно уже принятый в нашей стране метод иммуноблотинга Литература, я уже говорил многочисленная Но она отличается противоречивостью исследований Я привожу в качестве примера два источника Вот первый источник работы вышел в 2011 году Это своеобразный мета-анализ, который провели авторы И проводили они, значит, брали только, так сказать, валидизированные микро-РНК И вот они нашли, значит, группу микро-РНК, которая гиперэкспрессируется Определили влияние этих микро-РНК на целый ряд генов в мишени При ишемическом повреждении Это экспериментальные работы И нашли, что влияние происходит на транспекционном уровне Апоптоз, воспаление, влияет на ее ногамиостаз Клеточный цикл, процессы нейропротекции, опухоли и нейрогенез И внутриклеточные сигнальные пути В 2013 году тоже в эксперименте она сделана И там они, очень интересная эта работа В плане образца, обработки результатов С использованием современных методов биоинформатики Ну, во-первых, здесь показана, значит, Иерарховическая двухмерная кластеризация полученных данных И с левой стороны как раз дана дендрограмма Профиля экспрессии микро-РНК И видно зеленый цвет Это микро-РНК, который гипоэкспрессируется Красный цвет Это микро-РНК, который гиперэкспрессируется Что интересно, потом они провели анализ профиля экспрессии микро-РНК Через 24 и 48 часов после ищемии И этот анализ позволил выявить специфичный Для ткани мозга и крови микро-РНК С измененным уровнем экспрессии И среди которых общим является только 10 микро-РНК В предыдущей работе было гораздо больше В этой 10, в других есть меньше Покажу сейчас наши исследования Они тоже будут отличаться Что касается исследований в клинике Эти исследования только-только начаты Потому что еще окончательно не разработаны методы Определения микро-РНК в плазме крови Речь идет не о лимфоцитах, которые, так сказать А именно в плазме крови С тем, чтобы они стали биобаркерами повреждения мозга Мы тоже приступили к исследованию роли микро-РНК И регулируя химигенов в мишени И начали это с фокальной ищемии Мы совместно с сотрудниками Нашего центра института Леонида Михайловича Рошаля И института молекулярной генетики Разработали платформу От культивирования нейронов до мозга больного человека На данном этапе мы работаем в основном С культивируемыми нейронами и экспериментальными данными И пытаемся экстраполировать их уже в клинику Об этом скажем мы позже Воспроизвели фокальную ищемию Очень маленький участок вы видите На МРТ мозга крысы через 24 часа Вот небольшой треугольной формы Ищемия сенсомоторной области мозга Брали образцы ткани Именно в приграничной области Потому что нас интересовало в основном изменение Которые происходят в так называемой зоне молчания Это та зона, которая подвергается Наибольшей атаке глютамата При развитии что нарушений мозгового кровообращения Что при черепно-мозговой травме Использовали мы также две технологии Это технология микро-РНК платформы И технология количественно обратно-транспекционный ПЦР В реальном времени Вот наши первые результаты Мы провели исследование профиля микро-РНК Через 24-48 часов После развития ищемического очага крысы Виден, какой огромный спектр микро-РНК был выявлен Но мы обнаружили два кластера Появление этих кластеров продолжается изучаться Механизм появления этих кластеров продолжается изучаться Пока первые предпосылки, что зависит от тяжести повреждений Потому что они получены у разных животных Но тем не менее здесь видно, что увеличенная экспрессия микро-РНК Это красный цвет, синий соответствует сниженной экспрессии Но овалами показаны выделяющиеся кластеры Дальнейший анализ профиля экспрессии микро-РНК Позволил нам найти 8 микро-РНК Статистически значимые То есть валитизированные с высоким уровнем достоверности И самое главное С высоким уровнем достоверности Это 5 микро-РНК, которые гиперэкспрессировали И 3 микро-РНК гипоэкспрессировали Мы пошли дальше и провели дальнейший анализ И двухмерное кластерирование данных уровней экспрессии микро-РНК мозга крови Через 24 и 28 Это уже МРНК Извиняюсь, МРНК И здесь тоже мы выявили один кластер Общее изменение, которое также гиперэкспрессии МРНК Синий соответствует гипоэкспрессии МРНК Провели первый анализ И мы нашли, что Вот на этой гистограмме хорошо видно Что у нас гиперэкспрессируются те гены Которые отвечают в клетке За развитие апоптоза За развитие воспаления Которые и в том, и при черепно-мозговой травме И нарушениях мозгового кровообращения Обязательно вовлекаются в патологический процесс И самое интересное, что были обнаружены снижения экспрессии генов Которые отвечают за нейрогенез И экспрессии генов, которые в определенной мере обуславливают протекцию Защиту нейронов от патологического воздействия Что касается исследований в крови у больных Эти исследования мы начали Потому что там большие сложности Выяснение взаимодействий Между лимфоцитами, например И плазмой крови Это довольно сложные взаимоотношения И поэтому это требует специального анализа И мы решили не выносить эти данные пока на эту сессию Таким образом, выявлены дифференциальные экспрессии микро-НК И регулирующие генов мишени В ткани мозга при фокальной ишемии Сенсомоторной зоны коры головного мозга Гены и мишени с измененным уровнем экспрессии Вовольщены в процессы клеточной гибели Воспаление и нейрогенеза Характерные для ишемического повреждения ткани мозга Ну и два пункта, которые мы наметили И которые мы сейчас проводим И в ближайшее время мы, надеюсь, до конца года получим уже значимые результаты Это разработать диагностическую панель Для получения профильной экспрессии микро-НК в плазме крови у детей С нарушением мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмы И четвертый, тоже очень важный пункт Который мы начали с культуры нейронов Полученные из разных областей мозга И моделированием патологического процесса Это глютаматная нейротоксичность и гипоксия и глюкозная депривация И изучить влияние нейропротекторов На профиле экспрессии микро-НК И геновмешений на клеточных и животных моделях ишемии и гипоксии Это вот участники исследования Три института участвуют Надеюсь, такое сотрудничество будет довольно плодотворным Благодарю за внимание Спасибо